всем привет друзьям пробуем проехать трассу это сезона версии про и это квалификация электрические байки восьмого масштаба я пытаюсь выкатить 11 кругов это не самый далеко не самый лучший возможный результат но у меня получается только 10 к сожалению вот и я в качестве цели поставил себе человека у которого 11 кругов и сейчас попробуем выкатить у меня две последние попытки которые я запишу на видео вот эта попытка и будет еще одна если получится это будет чудесно не получится уже что-то пошло не так я в этой игре не играл очень давно сейчас что-то вспомнил решил поиграть вот если вам будет интересно смотреть там предлагать какие-то поиграть какие-то гоночки отдельно взятые из отдельных может быть клубов пишите в комменты не знаю поиграем паза под запись попробую что-нибудь катнуть но честно говоря мой скилл особенно вот в таких вот внедорожных внедорожных гонках не очень хорош видимо тут есть какие-то тонкости которые я совсем не понимаю ну помимо того что я плохо понимаю настройки потому что все термины на английском я также не понимаю возможно некую механику как надо проезжать те или иные участки первый круг у нас не очень хорошо пошел 54 секунды это много можно и 44 сделать на этой трассе у меня получалось а у тех кто лидеры в этой в этом сезоне тех по 34 секунды получается круг но по мне выкатить меньше 50 это уже успех имеется ввиду 50 секунд на круг вот что вот это такое вот как это вообще такие моменты можно отыгрывать как выучить еще хуже результат получился я не знаю зачем вы это смотрите это просто какой-то позор зачем я это записываю зачем я это показываю может быть для того чтобы вам произошла игрушка и вы тоже захотели попробовать но физика здесь очень своеобразная прям очень-очень она под микромашины именно под радиоуправляемые она совсем не похожа на физику больших машин но она действительно похожа на физику радиоуправляемых машин многие в комментах просто пишут в стиме что что за ерунда я физика здесь на самом деле нормально но именно для такого масштаба в общем все круги получаются плохими квалификация идет 8 минут чем больше я болтаю кстати тем больше и отвлекаюсь наверное еще на болтовню лэпфу 53.3 seconds 53 ух гоночки требует концентрации конечно то еще не надо спешить поспешишь она людей насмешишь также и в гонках лучше ехать медленнее но стабильнее чем чуть быстрее и менее стабильно на что застряла все опять наверное вот эти электрические багги один из самых сложных классов в этой игре потому что он внедорожный и он очень такой своеобразный по по компоновке по разрисовке не знаю то есть они очень быстрые очень довольно нестабильные на дороге хотя вот я пытался настроить чтобы было постабильнее но все равно ее как-то переворачивает не знаю сложненький класс сложненький но веселый в плане очень быстрый для внедорожных очень неплохо такой прыгающий шорткорс вот не так ездить шорткорс попроще для управления мне кажется как-то такой более степенный я кстати попробую наверно тоже с него поиграть записать видео про гоночку в этот раз это будет не официальный сезон а это будет клубная клубная гонка но посмотрим посмотрим у каждого класса своя физика лак 7-5 дитю point 53 seconds слишком большой отрыв у меня получается вот цели бывало я и более успешно катал наверное действительно вот разговорчики пока я этот стрим записывала отвлекают трасса очень интересными есть разных абсолютно участков вот этот самый бесячий мне больше всего не нравится тут я постоянно переворачиваюсь а так тут есть и трамплины и гоночные участки скоростные участки 30 секунд осталось ехать но скорее всего будет девять кругов или сколько 10 10 секунд стега 9 кругов плюс сколько-то да это не лучше даже мой результат не лучше потому что я ездил до 10 кругов нормально но и а и и и и и и и и и Возможно это лучший круг, но он последний, но я проехал эту трассу, проехал трассу, 8.43, 10 кругов, а нет, это не самый плохой результат, но и не самый хороший, давайте посмотрим табличку, да, 10 кругов за 8.43, у меня был рекорд 10 кругов за 8.12, а это 8 попыток я вот искатал, у меня значит еще 2 попытки, я думал, что на 1 попытка, я 71 и 76, это блин, это короче не самый, вообще не самый лучший результат, вообще очень такой плохой, но я не играл несколько лет в эту игру, совсем разучился, попробуем попробуем еще разочек догнать этого товарища, у которого 11 кругов, я хочу 11 кругов, я, у меня еще 2 попытки, я смогу, я смогу, это видео про преодоление, как раз еще примерно, видео получится на полчаса, то есть 1 год около 10 минут получается, на самом деле можно ехать, потому что линия старта, она дальше, то есть не ждать сигнала, линия старта на верхней, вот на этой вот кромке, с другой стороны, только справа, поэтому до нее можно спокойно ехать, часы запускаются только когда ты проезжаешь линию старта, ну как-то второй раз поспокойнее, наверное, немножечко получается, ну вот этот вот участок, он вот самый сложный, самый сложный для меня, я все время здесь кувыркаю всегда дважды, вот здесь тоже бывают сложные моменты, но лучше ехать медленно, попробуем не спешить никуда, ай, спеши, не спеши, вот все равно получается фигня полная, а каждый такой переворот это, ну несколько секунд точно теряется из времени гонки, я имею в виду, когда вам выставляют машинку. Играю я с контроллера, если кому интересно, то есть это не настоящий пульт для радиоуправляемых машин, просто иксбоксовый контроллер. Ну что это такое, блин, уже второй раз вот в этом месте примерно, за эту попытку я вывалился. это вообще непростая игра. 51, это не так уж хорошо, лучше выходить за 50 на каждом круге. Ну вот сейчас хорошо идет, и тут не перевернулся. Ну вот там не перевернулся, а тут перевернулся еще и light crash получил. И опять 51. Все так хорошо начиналось, да, вот конец круга въехал в стену. И опять хорошо прошел этот участок, и этот нормально. Отличный вариант, отличный проход круга за 44 секунды. Вот если бы у меня стабильность была каждый круг проходить, я бы точно проехал 11 кругов. Но стабильности у меня в результатах нет. вот тоже нормальный круг получился. Я даже начал догонять цель судя по вот этому кружку, который внизу отображается. Интервал сокращается каждый круг. Ну как только я начинаю подгазовывать, быстрее пытаться проехать, у меня сразу вся стабильность падает. Короче, надо катить в каком-то таком темпе одинаковом, без эмоций. Никуда не торопиться, никуда не замедляться, наоборот, специально. Не придумать каких-то новых концепций в процессе проезда трассы. Катался, например, на практике, как ее в основном чаще всего проезжал, так и проезжать, когда ты едешь в квалификацию или гонку. Без всяких новых идей. Лучше катить старые идеи максимально стабильно. Вот этот участок стал получаться хорошо. Это радует. А вот зато здесь какие-то завалы пошли раньше. Я тут более аккуратно проезжал. А вот этот вот через пид тоже, блин, потеря времени. Ай. Ну, выкинь меня куда-нибудь. Ах, жесть. Отрыв такой маленький был. То есть на последних кругах я здорово сократил. Сейчас на этом круге я, конечно, потеряю. Растеряю все свое преимущество. Вот так все, блин, было хорошо. То есть решают не только настройки машины, они, конечно, решают тоже за стабильность езды, за многие параметры. Но даже имея какие-то настройки, реализовать хорошие результаты очень сложно. Потому что ошибок пилотирования гораздо больше, чем ошибок настройки машины. Хотя, может, я и ошибаюсь тоже в этом. Потому что я не специалист. Да, вот результат сразу ухудшился. Одна минута остается. Ну, если совсем нигде не ошибаться, может, что-то и выйдет. 11 уже не получится в этом заезде. Это может быть неплохой результат для десяти кругов. Может быть лучший среди моих. Есть сомнения на этот счет. Вряд ли это будет лучше среди моих даже. Ну, один из топовых. Ай, на этом перевороте потерялось время. На последнем круге мы желаем. Да, не самый лучший результат. Тут 8.15. У меня лучшие 8.12 на десяти кругах. Вот никакой стабильности. Вот в серединке было хорошо. 44, 45, 46. Вот эти вот 51, 52, 54. Они всю статистику испортили. Главное, не хватает того. Чуть-чуть не хватает. 15 секунд со всей трассы. То есть это чуть больше секунды на круг. Чуть сделать 11 кругов. Короче, это реально с моим скиллом. Но это надо совсем без ошибок ехать. 71. Я по-прежнему из 76. Это очень грустно. Ладно, едем еще один круг. Это трасса. Сезон 1 2020 года. Четвертый раунд. Квалификация на электрических машинах. Маги. И я пытаюсь догнать. 11. Пытаюсь догнать человека, у которого 11 кругов результат. А у меня получается только 10. Только 10. 1 минуту до начала раунда. 30 секунд. У меня еще разместили как-то необычно. Тут еще от того зависит, в каком месте тебя разместили и в каком месте стоит. 20 секунд до начала раунда. Кто пилот машины. От этого вид трассы немножко отличается. Кстати, не знаю, можно ли это переключать во время. 10 секунд до начала раунда. Во время квалификации. Нет, нельзя. Во время квалификации нельзя переключать свое положение. Нельзя переключать виды. То есть, вот в той точке, в которой стоишь, с той точки ты и наблюдаешь. Потому что это радиоуправляемая машина. Никакой-нибудь там, я не знаю, недерт. Ну вот так бы катень, да, всю дорогу без ошибок. Только хотел сказать без ошибок и перевернулся. Твоя точка уже началась. Что-то длинненький поворот получился. Ой, что это, что это? Ну, короче, изобретательно, но нестабильно. 48. Ну, кстати, результат-то хороший. Но он какой-то далекий от стабильности. Потому что езда получилась какая-то непонятная. Вот опять, опять, опять какие-то, блин, какие-то изобретательные пошли моменты. Типа там, тут не поедем, там поедем. Все не так. Вот такие вот перевороты особенно расстраивают. Ладно, еще пока. Машина не переворачивается окончательно. Еще много кругов. Все, 56. 56. Это очень плохой результат. 56 секунд. Не стоит отчаиваться, конечно, из-за одного круга ошибки случаются. Ага. 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 Ув 30 секунд. Такая сирена. Готово. Лап 3. 50 секунд, неплохо. Куда полетела? Не, ну все, это не будет уже лучший результат, наверное. Какие-то сплошные перевороты получаются. Да нет, нет. Отрыв до цели слишком большой. Не знаю, как практиковаться в эту игру, чтобы научиться у нее хорошо играть, можно много часов катать и без особых улучшений для результата. Ну вот, в общем можно дальше не доигрывать даже, наверное, потому что это уже точно не будет лучший результат. На прошлой гонке были как-то постабильнее, круги получше. Сейчас уже, видимо, подустал или что. Или тороплюсь. Торопиться не надо. Добавить очень хорошие круги. Если бы все такие получались. Ну получаются вот такие, блин. Гонки есть гонки. Вот это вот, что такое? Блин, на ровном месте перевернуться. Дальше ехать можно, не ехать, короче. Да все. Этот круг, этот забег, да, не получился уже. Все, можно выходить из него. Спасибо, что посмотрели это видео. Тут уже результата точно никакого не будет. Ни хорошего. 71 из 76. Вот это был сезон электрических багги. Может быть, да, в ближайшее время я запишу клубную гонку на шорткорс. Может быть. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока-пока.